Одесса все еще нуждается в кислороде. За двое суток волонтеры благотворительного фонда «Корпорация Монстров» собрали около 500 тысяч гривен на закупку кислородных концентраторов, жизненно необходимых для пациентов пожилого возраста с диагнозом COVID. Из-за большой загруженности больниц людям отказывают в госпитализации, поэтому было принято решение выдавать аппараты в домашнее пользование, а на собранные деньги продолжать закупать кислородники. Несколько аппаратов уже поступили к пациентам, жизнь которых сейчас зависит от кислорода. На получение концентраторов собралась очередь. Сейчас в фонде находятся всего три аппарата. В ближайшее время они будут переданы пациентам. Напомню, в октябре глава Одесской обладминистрации заявил о том, что Киевский кислородный завод прекращает поставку из-за большого спроса и нехватки машин. Однако эту проблему решили. Подписали договор с Днепром. Тогда волонтеры эту информацию опровергли, ведь никакого контракта до сих пор нет. Ситуация с кислородом на сегодняшний день не решена. И я знаю, что будет в конце недели здесь министр. Я очень надеюсь, что будет решен вопрос. Лицензию пока ни один из наших заводов не получил. Точечно привозят баллоны в центральные районные больницы. Днепр, спасибо им огромное, нижкий поклон, завезли сюда баллоны, прикрыли на несколько дней. На сегодняшний день Криагент-сервис поставляет контракты, которые он заключил там не на срок, а не на сумму. Часть больниц уже осталась без кислорода. После полной стабилизации пациента концентраторы, переданные на дом, вернутся в фонд, а затем поедут к своим следующим хозяевам. Катерина Нажевникова рассказывает, ее фейсбук превратился в линию фронта. Люди в любое время суток пишут с просьбами помочь их родственникам попасть на госпитализацию. Больницы отказывают из-за большой загруженности и берегут последние места для больных COVID с тяжелым поражением легких. Недавно в Минздраве отметили, что кое-как медучреждения хватает. Однако в социальных сетях волонтеры и медработники говорят об обратном. Вместо того, чтобы со мной воевать, мы могли бы одним фронтом вместе что-то делать. Вчера был комментарий уже от мэра города, что нужно найти и наказать тех, кто распространяет данные, что у нас нет мест. Пока они играются вот в эти игры, кто круче, кто лучше и картинку эту создают. Вместо того, чтобы говорить сейчас с населением, работать с ним, объяснять, что мы делаем все возможное, но на сегодняшний день ситуация как бы выходит из-под контроля. Пожалуйста, носите маски, соблюдайте дистанцию, берегите себя. Система медицинская не справится. Они рассказывают, что все хорошо, а потом мы видим и слышим всех этих людей, которые не могут попасть в стационар. Один кислородный концентратор при обычном использовании может проработать около шести лет, но из-за необходимости в кислороде, по мнению экспертов, кислородника хватит лишь на два года. Новые 15 аппаратов поступят в фонд 17-18 октября. Но пока вся страна остается в ожидании решения Министерства охраны здоровья, волонтеры продолжают помогать людям и самостоятельно снабжать оборудованием больницы.